девочки и мальчики девочки мальчики всем привет вот я болею вот мой обед так девочки вы не думаете что я с поста сошла это это котлетки растительные здесь помидорки базилик и чесночок я люблю крупный чеснок и маслица подсолнечная или оливка еще более вот здесь вот эти вот растительные котлеты девочки какая-то ой господи какая это вкуснотища вы не представляете себе вот они вот эти вот это вот фирма хай для бутербродов девочки обалдеть я теперь буду их покупать и когда-нибудь на это самый на посту до чего а эти с ананасом какие-то повторяйте котлеты растительные состав вода растительный белок соевый гороховый рисовый рафинированные дезодорированные растительные масла рапсовая кокосовая подсолнечная соль растительные волокна глюкозы перец черный молотый чеснок краситель какой-то карамельный колер лимонная кислота витамин d3 витамин b12 девочки значит сколько здесь ну вообще в 100 продуктов 243 килокалория то есть они даже калорийные достаточно так ну вот тут как делать девочки берите не да да ведь те не прогадаете это такая вкуснота так что вот мой следующая недель так что я пащусь вот следующая неделька у меня будет вообще там должна быть вода и хлеб по идее вот такая но я посмотрю что я буду я думаю супчики буду себе делать вот и попробую на супчиках чисто на супчиков без всего посидеть так что девочки вот всем приятного аппетита в общем такая прелесть и там там есть и и пельмени я взяла и фрикадельки я уже из фрикаделек сделала суп суп обалденный запах примут знаете когда готовишь идет аромат на всю на всю комнату то есть на всю на всю квартиру так что вот но это мой любимый салатик с базиликом так что всем приятного аппетита девочки и мальчики ну вот я болею на больничном я еще вам расскажу сегодня все таки решила выйти с вами поговорить вот посмотрите что мне дали бесплатно без еще раз повторяю то есть дам мало того что я сижу на больничном у меня стопроцентная оплата больничного нам еще мне еще дали бесплатно вот такие таблетки это две было таких упаковки одну у меня сын тоже болеет ему не дали может быть мне потому что у меня возраст вот я уже предпенсионеры мне как бы положено но если не разговаривала со своей парикмахер если сегодня нашла все силы пошла в парикмахерской все таки девочки душа по этой не выдержала вот и вот в парикмахерской мне девочка сказал то же самое что это же дали таблетки она сказала на 10 тысяч у меня получилось тысяч на 8 на 9 тысяч чтобы понимали то 108 долларов на 108 долларов это я просто загуглил и посмотрела сколько они стоят это все бесплатно мне дали две вот таких вот таблетки они от коронавируса и от всех других инфекций короны не мне не обнаружено и от всех других инфекций я говорю что дала сыну это самое чтобы он полечился он захотел я просто уже эльфирон пила поэтому не стала пить их я мне вроде получше стало вот и вот такой вот тоже это все бесплатно пульмикорд они стоят где-то около 700 800 рублей то есть все вместе это на я вам сказал что все вместе это на на 108 долларов это все бесплатно и парацетамол вот такие две упаковочки парацетамола мне дали вот девочки как мы лечимся сейчас если говорить про медицину в россии не надо хвастаться что у вас там медицина вот медицина тоже тоже самое а то и лучше ну что девочки мальчики решила я все-таки выйти поговорить вот показать что в принципе уже уже более менее себя лучше чувствую вот показала я вам таблетки причем объясняю но тут просто у лоры на стриме был разговор она сказала вот про медицину были разговорка несмотря на то что у меня но и всех у многих очень большие претензии да какие-то там к медицине мы все хотим чтобы было идеально идеального нет нигде медицина падает везде но вот такие вот приятные вещи которые сейчас раньше никогда такого не было я не помню чтобы давали ну вот я это столкнулась к вид вот когда был по ковид что давали бесплатно таблетки вот и продолжается это вот видите сын мой удивился сказал мама мне не дали я говорю мы оба на больничном одинаковые нас эти самые а вот я говорю ну не дали вот а мне дали потому что видно я предпенсионер и я имею право это все почему сегодня решилась выйти потому что девочки съездил сегодня нашла в себе силы съездила подстриглась покрасила сделала очень коротко как я и хотела вот надоели мне эти волосы я просто в них уже не могу вот сделала коротко коротко у нас уже на улице плюс 10 поэтому можно и покороче не зубы отрастут кто считает что слишком коротко я считаю что очень хорошо вот девочки так что я еще это самое хочу про медицину сказать мне не надо платить бешеную страховку что получать бесплатно таблетки игре но вот у меня вот может быть после 50 не знаю сколько моим моему парикмахеру лет выглядит она очень молода поэтому я даже не могу вам сказать сколько лет но с 50 помощи нету вот и вот она тоже получила татьяна я получила почти на 10 тысяч рублей то есть еще больше получается она получила но у нее подтвержденный был ковид подтвержденный ковид и ей вот так же бесплатно выдали лекарства то есть это не только как бы наши вот поликлиники и так далее и тому подобное то есть это сейчас и вы писаете какие это очень дорогие лик очень дорогие лекарства 4000 за один такой этот самый узнаете извините отдать рублей то есть 9000 рублей на наши деньги это 108 долларов представьте себе то есть это все все бесплатно мне ничего не надо платить ни 4 доллара не 3 доллара ничего не дали просто так бесплатно вот эти лекарства плюс ко всему сами понимаете я сижу на больничном мне посредaba платят посреднем у платят заплатят вот ванничный по среднему заработку то есть я не я сижу ни за свой счет на больничном понимаете я конечно хотела отлежаться но я поняла что отлежаться мне не удаётся то есть уже видно возраст такой такие страшные, ну такие вот стали, пошли у нас вирусы, что отлежаться, хотя мне дали 4, ну 2 дня мне дали отлежаться, и 2 дня был выходные дни, да, вот, но я не смогла отлежаться, мне пришлось вызывать все-таки врача, да, еще у вас такое бывает, что вы заболели, и вызываете врача на дом, с маленькой, у меня в принципе небольшая была температура, ну, не спешите в мои коленки, понимаете, такого не бывает ни в одной стране мира, уже, ни в Европах, нигде, вот, не тем более в Америках, понимаете, у нас такое вот есть, спокойно он приходит врач и дает вам больничный, на который еще бесплатно вы это самое, вот, это очень хорошо именно для взрослого населения, работающих людей, которые, чтобы они не ходили, не бродили, нет, мне надо было ехать, идти к врачу и заражать там пополовину, это самое, врача в том числе, ну, всех заражать там еще остается, садится, как-то очень садится голос, такой подсевший, вот, и, ну, еще слабо, и подкашливаю, вот такие вот симптомы, ну, как бы это не коронавирус, вот, вот такие вот, вот так, еще, значит, ехать по всему городу, и еще на работе всех заражать, нет, я села на свой положенный мне больничный, две недели, как с кустами должны дать, вот, то есть неделю я уже отлежалась, я думаю, что, я в понедельник иду к врачу, думаю, что мне еще на неделю, наверное, продлят, вот, скорее всего, потому что, ну, я еще не очень хорошо себя чувствую, прямо скажу, но, девочки, вот, температуры практически не было, вот, не было температуры, просто вот такая слабость, вот такое состояние, и вот голос, да, и вот такой вот голос, ну, то есть как-то, как-то вот так, вот, что еще хочу сказать в пить, ну, я уже сказала, что у нас, слава богу, плюс 10 и тепло, наконец-то, хотя еще лежит снег, вот, это вот два дня буквально у нас тепло, может быть, наконец пришла весна, не знаю, вот, какие, ну, вы знаете, что у нас произошли такие печальные события, там, взрывы и так далее, взрыв там, ну, что я могу сказать, я хочу сказать таким людям, которые приезжают в Санкт-Петербург, в наш мирный, толерантный, кстати, очень толерантный город, культурный, вот, и приезжать и устраивать нам такое, давайте, не надо, не надо сюда переться, тварины, и сделать здесь такие вещи, вот, знаете, бог шельму метит, теперь этот товарищ, этот товарищ, который нам совсем не товарищ, да, эту, эту тетку, вот, по-другому я назвать ее не могу, убить одного человека, и несколько, и 35 человек ранить, понимаете, там еще было двое детей, подростки, 14-летние, хорошо, что они выжили, я не знаю, как других, как она, по крайней мере, сало других еще людей, каком они состоянии, вот, и вот эта тварюга, теперь будет, значит, срок от 30 лет, от 30 лет, пожизненное, таким, у нас женщинам пожизненное не дают, знаете, ну, за такое, я считаю, что эта тварь должна сгнить, там, сгнить должна, просто, вот и все, все, что я могу сказать, и я вообще прошу, вот, в наш город, не приезжать таким собакам, которые здесь, знаете, живут, пользуются всем, питерским нашим гостеприимством, и так далее, и тому подобное, и гонят на нашу, на нас, гонят на Россию, на русских людей, вот такие гниды, пусть едут к себе, и сидят там, не вылезая, где-то, в общем, короче, вот так, дальше, ну, а так, в Питере, более-менее, спокойно, все, вот, мы живем мирной жизнью, хотя, конечно, все очень тревожно, говорить про фронты, я ничего не буду, я ничего там не понимаю, абсолютно ничего не понимаю, вот, что там происходит, мне очень сильно непонятно, поэтому я об этом, я не знаю, что там происходит, честно, вот, я понимаю, что в мире происходит дележ, я уже сказала, чем это все кончится, это может быть очень плачевно, закончится для всего мира, очень плачевно, вот, а может быть и очень хорошо, например, для нас, вот, поэтому я не знаю, я вот тут, кстати, Эрну посмотрела, ведет она немецкий блог, оказывается, девочки, собирается, или вышел приказ, или собираются они делать такой приказ, короче, теперь во всех новых домах, у них не будет системы отопления, газовой системы отопления, будет какая-то новая система отопления, электрическая, я так понимаю, да, и люди, которые, у которых газ, они обязаны за свой счет, поставить вот эту новую систему, охлаждения, отопления, эта система отопления, девочки, они посчитали, стоит не меньше 350 тысяч евро, то есть люди должны за свой счет это все поставить, те, которые, ну, живут в съемных квартирах, им как бы наплевать, которым там социальные квартиры, и так далее, я не думаю, что им будет наплевать, потому что она сказала, что это тоже не наплевать, если у них сломается газовое, газовое вот это оборудование, они должны вот, опять-таки, поставить новое, но не газовое оборудование, а они должны поставить вот это новое за 350 тысяч, то есть это что-то с чем-то, знаете, вообще, что творится в этих странах, я не знаю, чем все это закончится, ужас, и, конечно же, хочу еще раз сказать про, в общем-то, про то, что происходит на Украине, именно с православной церковью, украинской православной церковью, оказывается, сегодня, ну ведь Бог шею ему метит, девочки, вот сегодня, оказывается, мужчина, который боролся против церкви, там где-то в какой-то Хмельницкой, Хмельницкой области, Хмельницкой, Хмельницкой области, вроде бы там, не знаю, но где-то там, он сорвал крест с попа, который там защищал эту церковь, они хотели туда ворваться, сорвал крест, и упал, ему стало плохо, вот этому мужику, который сорвал крест, девочки, и что произошло, и он умер, его пытались там откачать кто-то, ну из своих, конечно, вот, и он в итоге умер, он не пришел в себя, ему лучше не стало, и он умер, девочки, Бог шельму метит, вы поймите, что есть высшие силы, вот хоть ты вот тресни, но высшие силы есть, вот, и они, и надо быть, вот представляете, что произошло, вот так вот, вот так вот, я не знаю, что будет дальше, вот с теми, кто вот это делает, кто разрушает там храмы, и так далее, и тому подобное, я не понимаю, откуда такая фигня, откуда такая русофобия, русофобия, ну я даже не могу сказать, это церквофобия, что ли, происходит на Украине, причем украинцы, очень верующие люди, они намного оцерквенны, чем мы, это 100%, в России, да, вот там Кубань, вот эти вот, эти регионы, Краснодарский край, они оцерквенны, да, и там Брянская область, у нас тоже вот, то есть ближе туда, это люди там верующие, соблюдающие все посты, праздники и так далее, но Украина там особая колорита, я когда смотрела много раз украинских блогеров, я удивлялась, что они соблюдают практически все циклонные праздники, даже которых мы не знаем, они знают все эти обряды, они все это делают, они все это, ну как бы, культивируют, у них это в крови, у них это традиция и так далее, у нас, знаете, в некоторые даже праздники, которые они церковные, настоящие православные праздники, которые они отмечают, у нас мы даже не знали, я вот человек, да, верующий, я даже не знала, что есть такие праздники, что их так вот надо, именно, как сказать, праздновать, вот так, представляете, ну то есть, конечно, это удивительно, вот, и что вдруг делается там, я не знаю, я не понимаю этого, вообще не могу ничего этого понять, так что вот так, вот такие, я вышла ненадолго, потому что все еще слаба, слаба, но говорят, что уже не могла быть, вот, вот, и вот со своей шевелюрой, я обросла так, я оболонилась, хотя, когда я пришла к своему, к своей парикмахеру, она сказала, Татьяна, вам так хорошо, у вас такие волосы, это ты, пятое-десятое, я сказала, нет, стригите, стригите меня, и все тут, Игорю, как можно короче, и вот мне так нравится, как это, коротко, мне не мешают волосы, вы знаете, у меня очень хорошие волосы, сами по себе, они вьются и так далее, но я не люблю длинные, но не люблю я просто, и все тут, вот такие вот дела, но все, так всем мира, добра, здоровья, самое главное, девочки, вот, не смотрите говностримы, говноканалы, всем хорошего настроения, и да, кстати, тут еще одна странная эпизод, летели на своем самолете, такой-то там, большой американский босс, который был, у него корпорация была, вот этих всех беспилотников, и так далее, он держал это все вместе с семьей, и они погибли, которые гнали там, это самое, вот эти все оружие, и так далее, и они вдруг погибли, то есть что-то случилось с самолетом, и они погибли, да, жалко, особенно семью, но вы запомните раз и навсегда, что бьет ведь по самому больному, понимаете, Господь Бог наказывает так сложно, и бьет по самому больному, вы поймите это, поэтому будьте благоразумны, всем здоровья, мира обязательно, любви, ну и, как сказать, скорее бы все закончилось, да, не дай нам Бог жить в эпоху перемен, вот это вот правильный лозунг, все, пока-пока, пока-пока, Продолжение следует...